картошка в мундире с хрустящей вкусной корочкой мягенький внутри и легко делится на дольки осторожно вы можете начать готовить этот рецепт несколько раз в неделю берем мытый картофель картошку мы не чистим и срезаем небольшой кусочек сбоку так картошка будет устойчивая а долька будет подставочкой берем палочки для суши если нету можно заменить на палочки для шашлыков и выкладываем их вдоль картошки отрезанный кусочек мы пока отложим в сторону не выкидывайте его картошку аккуратно режем на тонкие дольки палочки помогают не прорезать картошку до конца и картошка остается целой в виде гармошки теперь нам нужно ее немного отварить кладем картошку в кастрюлю с водой доводим до кипения и варим ровно пять минут после закипания не давайте сильно кипеть чтобы картошка не развалилась тем временем уложим наши кусочки в форму для духовки их варить не нужно они так хорошо пропекутся берем 5 ложек оливкового масла можно заменить на любое растительное чайную ложку сухого чеснока пол чайной ложки соли пол чайной ложки куркумы и пол чайной ложки паприки специи можно заменить на любые по вашему вкусу чеснок и зелень мы положим в конце чтобы они не подгорели аккуратно достаем нашу картошку и слегка промакиваем на полотенце картофель мы кладем на наши кусочки как на трамплин видите она сразу раскрывается а теперь смазываем все маслом со специями духовку нагреваем на 200 градусов и запекаем в течение часа картошку либо до готовности это зависит от вашей плиты а тем временем приготовим зелень берем 3-4 зубчика чеснока выдавливаем прямо в ту же миску где были наши специи подливаем еще пару ложек масла и добавляем любую зелень по вашему вкусу у меня укроп петрушка и зеленый лук повторюсь зелень и специи берите на свой вкус картошка получится вкусной даже просто с солью и маслом достаем картошку она уже полностью готова но для ее совершенства мы смажем ее маслом зеленью чесноком и буквально на 2-3 минуты вернем обратно в духовку это будет просто бомба запах стоит нереальный поверьте все сбегутся на кухню проверить что же там так вкусно пахнет а на вкус она еще лучше снаружи хрустящая а внутри мягкая и очень классно ломается на дольки обязательно попробуйте и вы будете готовить ее снова и снова подписывайтесь на канал если вам понравился рецепт это помогает каналу развиваться субтитры сделал DimaTorzok